Когда у меня очень большой урожай красной смородины, как в этом году, то я обязательно готовлю домашнюю пастилу. Смородину хорошо промываю под проточной водой, даю стечь в воде и отрываю ягоды от веточек. Ягоду пересыпаю в чашу и измельчаю до состояния пюре. Ставлю сито на миску и протираю пюре. Нужно, чтобы получилась масса без косточек. У меня получилось около 3 литров сока с мякотью. Сахар я не добавляю. Для первого рецепта беру 3 спелых банана и ломаю их на кусочки. Сегодня я сделаю 3 вида пастилы из красной смородины, но, конечно, ее можно сделать из левых ягод или фруктов. Добавляю 500 мл сок с мякотью и измельчаю все до состояния пюре. Вот такая густая масса должна получиться. После этого можно попробовать на вкус. И если не хватает, то добавить сахар или мед. Но я не добавляю. Бананы спелые и очень сладкие. Падоны обязательно слегка смазываю растительным маслом без запаха. И выливаю пюре слоем 4-5 мм. У меня на каждый падон ушло около 400 мл готового пюре. Для второго рецепта беру яблоки. Я их уже заранее запекла в микроволновке. Кладу в чашу блендера 3 яблока. Добавляю 500 мл сока с мякотью. И измельчаю все до состояния пюре. Если нет падонов или не хватает, как у меня, можно взять бумагу для выпечки. Также смазать ее слегка растительным маслом. Равномерно распределить пюре по бумаге. А чтобы края были ровные, их можно подровнять большим ножом. Это очень удобно. Для третьего вкуса пастилы в чашу блендера кладу 2 банана. 1 запеченное яблоко. Добавляю 500 мл сок с мякотью. И также измельчаю все до состояния пюре. Переливаю на падон и буду сушить пастилу при температуре 50 градусов. Время сушки будет зависеть от толщины ягодного пюре. И от сущности ягод. Может понадобиться от 8 до 10 часов. Готовая пастила хорошо снимается с подона. И легко сворачивается трубочкой. Один лист пастилы весит 55-70 грамм. А вот готовая пастила на бумаге. Она также хорошо снимается. Только она не такая гладкая получается. На ней видны следы от решеток, на которой лежала бумага. Она такая же эластичная получается. И также легко сворачивается в трубочке. Хранить такую пастилу нужно в герметичной закрытой емкости. Лучше всего в стеклянной банке или в вакуумной упаковке. Чтобы от влажности она не испортилась. Если вы еще так не готовили, то очень рекомендую. Это совсем не сложно. Спасибо за ваши лайки, комментарии, советы. Впереди еще много всего интересного. Весь сезон заготовок на зиму продолжается.